День добрый дорогие друзья! Самые крупные ягоды жимолости, которые созревают одни из первых в Подмосковье, вот перед вами огненный опал. Вот смотрите какой изобилие и очень крупный куст и конечно же он в контейнере должен быть. Мы это делаем регулярно и в столетии ягода падает, мы ее всегда с земли можем собрать. Знаете, какое изобилие. Интересные вещи, крупнейшие ягоды, изобильные, мы подкармливаем и золой и водой и поливаем и вот водичка. Смотрите, как это настоящий кладезь небесный. Советую вам приобретайте, пожалуйста, крупномеры, крупные ягоды, ягоды вкусные и сладкие. Вот ленинградский великан. Тоже видите, тут такой некоторый какой-то... Такие интересные ягоды, да? Ага, видите как, это без врагов. И сохранять это надо, ребята, собирать обязательно дроздов. Дрозды это наши враги на самом деле. Слопает только так, в один час. Я уже говорю, смотрите, пожалуйста, наше описание, как сделать сову из двух лазерных дисков. Ссылочка будет наверху. Ленинградский великан, опять-таки, рекомендую иметь в вашей усадьбе. М-34. Вот ягода поменьше, но изобильная. Еще раз напоминаю, землю мы ставим вокруг, наделаем геоткань с сеточкой и все ягоды, если осыпаются, то вы их легко собираете. Обязательно надо мульчировать. Посмотрите еще разочек. Сладкая, вкусная ягода. М-34. Вот знаменитый куст, гордость Бакчар. Он молодой, опять-таки, в контейнеры. Самое интересное, что в институте растеневодства Подмосковья, на юге, мне говорили, что бакчарские великаны, город Бакчар, они растут. Ерунда. И продали мне какие-то малкие, мелкие. А вот эти вот сорта, которые сейчас мы рекомендуем, город Бакчар и бакчарские великаны, а еще новые сорта сейчас пришли. Видите, удлиненные, большие ягоды, вкусные. Я вам советую приобрести для вашей усадьбы. А вот еще один прекрасный сорт марина. Марина, видите, какие ягоды крупные, крупнейшие. Крупнейшие, вкусные, сладкие. Советую приобрести марина, потому что отлично. Опять-таки, мульча и опять контейнеры. Растение сразу же откликается. Если вы делаете подобные, не сажайте просто кусты в землю. Делайте так, чтобы они обогревались. Никакой изобилия. Изобилия, ребята, потрясающие потрясающие витамины в самом начале. Лакомство для детей. А вот новые сорта. Усульга из Бакчарского питомника. Оттуда надо и брать самые крупные ягоды жимолости именно в этом питомнике. И не слушайте, пожалуйста, этих наших академических мужей и дам, которые пропагандируют свои жимолости. А она кислая, мелкая и плохо растет. Стрешевгана из того же питомника. Крупная, вкусная, мелкая. Вот такие вот ягодки. Ну, кстати, как. Неплохо ведь, да? Иметь у себя, иметь ввиду, Стрешевган — это название реки около этого питомника в Алтае. Ну, в Сибири, короче говоря. Шикарные вещи. Вот у нас они на поддонах стоят вместе хурмой и виноградом. Посмотрим, что еще есть. Ну, вот еще один шедевр этого питомника, Бокчарского, Сильгинка. Сильгинка. Видите, как очень вкусная, крупная. Вот тут и падает у нас на ковер, легко собрать. Собирать будем. Собирать. Повторяю, сегодня 6 июня 2021. Рекомендую. Канал ТопСад все время следит за новыми новациями, технологиями. Подумайте о своем будущем, своих детей и радости, улыбок своих родителей. Привлекайте своих домочадцев к этому прекрасному творчеству в саду. Добивайте того, чтобы ваш сад превращался в чашу изобилия, полного всего. Не в меру. Не надо слишком много, too much. Но в то же время создать у себя полную чашу изобилия, я думаю, что задача вполне реальная. И добиться это не когда-то там за 10 лет, а вы уже сейчас, в этом году. ТопСад. Подписывайтесь, завещайте, говорите, критикуйте, делайте свои замечания, пожелания. Мы рады будем новым и старым друзьям. Удачи на даче вместе с первой ягодой лета. Жимолостью в предачу.